Анатолий Юрьевич, не хочется начинать с цифр, но ваше ведомство одно из немногих, где показатель работы определяется, оценивается именно ими. И вот каков ваш главный показатель за полгода 2017 года? Если говорить о главных показателях, наверное, говорить о общей нагрузке. Всего на исполнении находилось более 500 тысяч исполненных документов. Это где-то на 50 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение в основном произошло за счет снижения штрафов ГИБДД. Их поступило на 37 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, получается, у нас люди нарушать стали меньше или платить стали меньше? Ну, насчет того, что люди стали меньше нарушать, не могу сказать. Но по данным ГИБДД, выявление правонарушения стало больше. Однако люди начали более добросовестно платить по своим долгам. Анатолий Юрьевич, вот вы сказали, что люди стали следить за своими долгами, да? За тем, есть ли у них штрафы, нет ли у них штрафов. Вот как можно узнать? Давайте еще раз подробнее скажем, как можно узнать о наличии долгов. В настоящее время на сайте службы студентов и принципов действует сервис «Банк исполнительного производства», где вводится фамилия имущества и дата месяца, год рождения. И там появляется информация о наличии или отсутствии долга. Это может помочь не только гражданам узнать про себя, можно узнать даже про, наверное, коммерческих партнеров. Там как физлицы, юридические лица. Кроме есть сервис, который позволяет подписаться на себя, введя свои данные. И в режиме реального времени на телефон будет приходить СМС-сообщение о том, что возможно исполнительное производство. Тем самым можно избежать тех штрафных санкций от исполнительного сбора и других, своевременно оплатив данные долги. Ну, я так понимаю, на сайте госуслуг тоже можно узнать? Да, да. Это уже дополнительно. На сайте госуслуг тоже вся эта информация имеется. Ну, я знаю, что ГИБДД сейчас ввели такую систему, как 50-процентная скидка, если ты оплатишь в первые несколько дней, да, вот после того, как нарушил. То есть это работает? Ну, да. Мы тоже считаем, что это работает в первую очередь, когда при добровольной уплате 20-дневный срок дается 50-процентная скидка. Но вот все равно есть такие люди, которые не следят за своими штрафами, либо их не платят. Ну, да. Они всегда есть. Всего, наверное, в этом году находилось на исполнении более 100 тысяч штрафа ГИБДД. Есть из них категория, которая может быть в силу того, что не живет по месту жительства, не информировано, но есть, которые ждут, пока к ним придут. И если кратко, каков вот он реестр ваших исполнительных листов? Ну, надо признать, что основное, в любом случае даже при снижении, это взыскание штрафов. Это штрафы пользы ГИБДД и других уполномоченных органов. Это взыскание кредита, взыскание зарплаты, алиментов, налогов, госпошлин. И какая самая сложная задача? Ну, самая сложная задача, наверное, это взыскание алиментов, потому что она самая сложная, самая социально важная. И в этом направлении, и в остатке более 7 тысяч документов до сих пор находится. Хотя она снижается небольшими темпами, но до сих пор более 7 тысяч. А вот какие меры воздействия на алиментовщиков есть? Что на них действует 100%? Ну, на алиментовщиков традиционно действует арест имущества, аресты на счета, выезды за пределы Российской Федерации. И в последние годы мы применяем такую меру, как ограничение специальных прав, праве вождения, например, автотранспортных средств и иных транспортных средств. Работает? Работает, да, бывает случай, что люди могут принести более 100 тысяч, чтобы сняли и иметь ограничения. То есть за желание водить люди приносят деньги, а не потому что хочется своих детей обеспечить? Ну, есть такой, да, у них есть автотранспорт оформлен на третьи лица, на который судьян-пресс не может обратить взыскание. Но водить они, когда уже не могут, то им приходится решать свои проблемы. Анатолий Юрьевич, с 1 октября 2017 года изменится вот та минимальная сумма, из-за которой не выпускают за границу. Да, вот прокомментируйте, пожалуйста. 1 октября порог ограничения повышается до 30 тысяч. Но надо сразу оговорить, что по алиментам взыскания, вреда здоровью, возмещения ущерба, все равно остается 10 тысяч. А 30 тысяч тогда это какая сумма? Это по каким штрафам? Это по другим. Обычном взыскании, например, взыскании в пользу физических лиц, юридических лиц, в пользу взыскания налогов, кроме вот этих социально значимых платежей. То есть алиментщики по-любому никогда не уйдут? Да, 10 тысяч все равно будет ограничено. И еще я знаю, что с 2017 года на вашу службу возложена такая обязанность, как следить за работой коллекторских агентств. Вот расскажите об этом подробнее, пожалуйста. На нас в настоящее время возложены функции по надзору за коллекторской деятельностью. Есть отдел, на который это возложены, сотрудники специальные. И в наши функции входят в ведение реестра данных организаций и надзор за организацией по соблюдению данного законодательства. Сколько у нас сейчас в реестре коллекторских агентств? В настоящее время в реестре одна организация, гироскоп ЧА. И вот как она работает или как коллекторские агентства должны работать, чтобы люди не переживали? Вот у вас есть, наверное, такие правила. Да, основные требования, которые предъявляются, это по количеству встреч, которые могут шлять коллекторы со своими должниками. Это количество звонков, которые должны тоже ограничены не более одного раза в неделю, не более двух раз в месяц в неделю и не более восьми раз в месяц. Есть ограничения в части размещения информации в интернет, в сети, сообщения информации о наличии долга по месту работы, применения угроз и других незаконных методов. За это предусмотрена административная ответственность, которая колеблется в суммарном выражении. Начинается от 20 тысяч, заканчивается двумя миллионами. И есть такие меры, даже суд может применить при остановлении деятельности данной организации до 90 суток и дисквалификацию должностных лиц, которые работают в этой организации. Скажите, а вот в 2017 году уже были обращения к вам по работе коллекторских агентств? Да, обращения были. Были обращения по организациям, которые расположены в Чувашской республике, за пределами. По тем организациям, которые расположены в Чувашской республике, было составлено три административных протокола. По двум уже вынесено определенное решение, наложены штрафные санкции. По третьему еще законы силы не вступило. А по тем обращениям, которые касаются организации в других субъектах, мы фиксируем, собираем материалы и направляем в территориальный орган, расположенный по месту нахождения организации. Спасибо большое, Анатолий Юрьевич, что пришли к нам в студию, рассказали о своей работе. А я напомню, что сегодня гостем программы «По существу» был руководитель управления Федеральной службы судебных христов в Почваши Анатолий Иванов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова